Сделать пользование транспортными картами, льготными, комфортом, чтобы можно было оплачивать проезд, заходя в любую дверь. Вследствие этого это позволит снять нагрузку с водителя. Транспорт должен быть оборудован определенными наклейками, если так получилось, в силу экономических причин, что не все перевозчики подключены к системе. Должны быть определенные наклейки, позволяющие пассажиру понимать уже на остановке, где льготы есть, где их нет. А, льготные вот эти. Вследствие этого, следующий момент, перевозчики, которые работают сейчас по льготным транспортным картам, должны получать определенные преференции. Те перевозчики, которые не работают на данном маршруте, нужно предусмотреть законодательный механизм, в общем-то, расторговки маршрута, снятие маршрута у конкретного перевозчика, если он не предоставляет возможность пользоваться льготами. Нужно четко понимать, что транспортная компания, работающая в городе, должна выполнять в том числе социальные функции, а не только зарабатывать денежные средства. Поэтому задача состоит как раз в этом, чтобы были единые правила у всех перевозчиков, и где у любого транспортного средства работали бы транспортные карты. К этому нужно идти, и это основная как раз задача в этом будет состоять. Ну и, конечно, нужно ускорять и форсировать обновление подвижного состава, заменяя маловместительные транспортные средства на более вместительный большой подвижной состав. И какие планы в городе еще посмотреть вот именно по транспортным? Ну, в дополнение с этим еще планирую посмотреть работу таксомоторных компаний, это уже отдельно несколько поездок тестовых, и оценить и состояние автомобиля, который работает в такси, и уровень вождения в том числе, стоимость проезда, другие составляющие. Потому что по работе такси тоже есть определенные замечания, жалобы, которые важно сейчас посмотреть, насколько они релевантны тем обращениям, которые есть. Ну и, конечно, по итогам нашей проверки мы напишем соответствующее письмо в адрес главы региона, с предложениями дополнения той программы, которая важна и запущена в этом регионе. Потому что переход с бумажных льготных неких карт, да, назовем их так, на все-таки нормальные транспортные карты, это процесс позитивный, его нужно поддерживать, но несколько корректировок все равно важно в нас. Ну, если говорить о ключевом момента, здесь длительное время ожидания на остановке, на каждой остановке автобус теряет примерно 2-3 минуты на обелечивание при оплате, в перебиве, более того, когда регулярные категории граждан заходят в оплачу транспортные карты, важно, чтобы здесь было оперативно и удобно все происходило. Сейчас пока нет до сих пор информации, на каких маршрутах, на каких маршрутах нет, само внедрение карты, оно позитивное, оно цифровое в многих процессах. Следующий момент, я бы обратил внимание на то, что оплату наличных шевле, чем оплату карты, это способствует тому, что перевозчики закрывают билетную выручку, таким образом, и доплачивают налоги. Здесь не совсем понятно, зачем, что налоги. Потому что, если я слабовидящий человек, он просто не увидит остановку, если мы говорим слабослышащих, которые не услышат никакого информатора, он должен видеть, что происходит на улице. Он тоже не увидит, что автобус, конечно, видно в реестре, шумнине, а этой, потому что за половину дня он вряд ли будет вот таким грязным. Ну, конечно, здесь сама площадка требует, наверное, расширение вряд ли, но здесь я не вижу фиксаторов для валидного кресла, если так быстро бегло посмотреть. Ну, конечно, потом вопросов пассажиров, которым он в чек и вообще в целом билет, это гарантия того, что пассажир застрахован во время поездки. То, что оплата проезда происходит по окончании поездки, говорит о том, что во время поездки пассажир не застрахован, попадает автобус в ДТП, либо еще что-то с ним происходит, пассажир не может получить потом никакой компенсации за то ДТП, которое будет.